Всем привет! Я тренер команды прыжок в резьбу Ротарел. Мы сегодня тестируем новые скакалки из Челябинска. Первая скакалка с тросом металлическим. Начнем первый тест. Первый тест это внешний вид. Скакалка красивая, цвет фиолетовый, ручки длинные, легкие. Посмотрите, как можно быстро подобрать второй тест. Это подбор от себя. Берем с вами, открываем. Здесь клипса стоит. Смотрим, можно ли эту клипсу без помощи инструмента поменять. Да, сюда свободно клипса передвигается. Можно поменять быстро так называемую длину. Это еще один плюс в принципе. Достаточно легко, как видите, буквально за несколько секунд я поменял длину скакалки. Скакалка стала достаточно нервной. Дальше мы ее проверяем на следующее время. Это именно проверка скакалки на прочность. Как всегда вы знаете, что скакалка падает. Дальше скакалка может наступить. Скакалка сломалась. То есть, как мы видим, даже скакалка не выдержала простой тест наступания на скакалку. Поехали дальше. Следующий тест, который мы делаем, это бросок скакалка. И удар со столом ее наступает. Пока два скакалки достаточно. Ничего. Неплохо. Следующий тест, который мы проводим, это скоростные прыжки тройные и четвертые. Это сейчас будет делать следующий наш спортсмен. Итак, мы продолжаем тест. Следующий тест называется это мультипрыжки. Трос здесь металлический с оплеткой. Поливинил, как я понимаю. Сейчас Лена испытывает, как держит трос. Это серия прыжков. Итак, трос достаточно тонкий и не очень чувствуется его вес. Поэтому здесь нужно либо привыкать к этому тросу. Привыкание к тросу легкому. Трос ручки легче, чем это. И трос легкий тоже. Трос легкий тоже. Привыкание к тросу легкий тоже. Но, какое-то запрещение. Сложно поменьше. И мне не нужно. Сейчас мы смотрим с данной скакалкой силовые прыжки. Это прыжки различные с акробатикой, с упором лежа, с фрогом и так далее. Так, при падении идёт шестигранник давит на... Кисть руки и достаточно жёстко получает. Круглый вариант, круглый вариант. Меньше давит. Круглый вариант, круглый вариант. И вот когда делаешь шаг, то вот именно чуть не ровно. И ладошка прям очень больно вот так вот в этот угол. Так, следующий тест. Намотки, манипуляции со скакалкой, броски. В принципе, ловится нормально. То есть, решается, что нужно ловить? То есть, в принципе, она издушная лёгкая, наверное? Да, просто приноровиться чуть-чуть. Одна-две тренировки, я думаю, привыкнут к ней и всё. Для манипуляции нормально, да. Не надо решать. Потом, второй вариант. Бисерная скакалка. Здесь чуть сложнее с изменением для своего роста. Нужно уже какие-то усилия сделать. И не только, но нужен ещё и инструмент. Потому что там есть клипса, которая достаточно жёстко стоит. Поэтому без какого-то небольшого приспособления, просунок и так далее, нужно либо, чтобы здесь запаяно было хорошо, и тогда можно двигать. Но, в принципе, тоже можно и без инструмента. Но с инструментом быстрее будем атакивать. Итак, следующее, что мы проверим. Это прыжки. Прыжки у нас первое. Скоростные прыжки. Мульти-прыжки, так называемые. Я уже не такой молодой фоэн. Я делаю фоэн. Я делаю фоэн. Брочку. Ну, в принципе, держит нормально. Форма хорошая. Форма хорошая. Держит нормально. Похоже, как она при вращении. Путается или не путается. При перекуляциях. Нужно ничего так. Подниму ещё разочек. Вращение хорошее. Сделаем. Ясночки с земли. Попробуем. Попробуем. В принципе, хорошая скакалка. Чуть-чуть привыкнуть. Траекторию? Видите, как летит не ровно, а чуть-чуть двигаясь, так сказать. Силовые, да? Единственное, что ты и сказал, при не сильно точном попадании на эту, надо немножечко действовать. В общем, скакалки очень крутые. Вес легкий, еще это тоже очень удобно. Красивые, для девчонок цвета разные. Рекомендуем эти скакалки. Я думаю, что это одна из лучших моделей, которая была произведена за последнее время. Хорошие скакалки. Максу респект. Пускай делает дальше. Спасибо большое.